Даже в межсезонье анапские пляжи не выглядят пустынными. Шум моря, знаменитые кварцевые пески с лечебными свойствами так и манят туристов. Ради такого весеннего променада люди даже готовы преодолеть около трех тысяч километров. Очень нравится. Ездим 10 лет уже подряд. Приезжаем, отдохнуть от нашей грязи, от нашего климата, нашего ветра, снега. Очень люблю Анапу, море люблю. Город чистый, уютный. Уникальная береговая линия протянулась от морского порта Анапы до мыса Железный рог на 42 километра. Такое место под солнцем – лакомый кусочек для строительного бизнеса. Однако в погоне за элитными квадратными метрами нередко застройщики заходят слишком далеко. Изначально власти Анапы запретили возведение семиэтажного апарт-отеля. Но в 2018 году решение городского суда было вынесено в пользу строительной компании. Высотка разместилась прямо в песчаных дюнах. Экологи бьют тревогу. Это угрожает уникальной экосистеме курорта. Это одно из основных наших богатств Краснодарского края, как территории, на которой происходит собственно рекреация. И максимальное сохранение этих территорий в природном, диком виде даст возможность и дальше пользоваться ими как элементами рекреации. Можжевеловые редколесья, сосновые леса по территории береговой полосы Краснодарского края очень полезны для тех, кто приезжает для санаторного лечения. На совещании главный архитектор края Юрий Рысин показывает губернатору конкретные примеры, когда застройщики решили нарушить градостроительные нормы. В числе первых апарт-отель в Анапе. Вениамин Кондратьев сразу же требует объяснений от главы муниципалитета. Юрий Русин, апарт-отель строится прямо там в дюнах. Да, сейчас эта стройка остановлена. Будет он там спеливать, я не знаю, этажи или бока там и приводить все в соответствие с теми документами. Да, коллеги, там на дюнах построено. А? На дюнах построено. Ну, близко там. Не на песке, там улица идет еще, золотистая идет по проезду. Коллеги, вот еще раз подчеркну, вот по всем этим моментам я лично готов звонить по каждому случаю представителям суда и привлекать их внимание. Единственная должна быть территория под общим контролем, потому что это прибрежная курортная полоса. А если это дюны, то это вообще. По этой ситуации здесь, Дикарев, разберитесь и доложите, почему дошли до Верховного суда, на какой стадии остановились, почему остановились, и дайте мне подробный расклад. Вот по этой ситуации. То, что такая высотка вообще появилась в песчаных дюнах около моря, полностью противоречит краевому закону, принятому в прошлом году. Согласно документу, на расстоянии 500 метров от моря действуют ограничения для жилых комплексов и апартаментов. Да и высота зданий не должна превышать 20 метров. Однако, это не единственный случай в Анапе, когда застройщики решили реализовать свои дорогостоящие проекты прямо у берега моря. Пока здесь только укрепили фундамент, но ощутимый урон песчаным дюнам уже нанесен. Еще немного, и мы точку невозврата пройдем, и говорить о курорте Анапе уже не придется. У нас есть муниципальное образование, город-курорт Анапе. Вот слово «курорт» из этого названия придется просто вычеркнуть. С момента принятия краевого закона прошло около года, и уже можно говорить о первых результатах. Так, за это время не было выдано ни одного разрешения на строительство высотных домов. Однако, в некоторых муниципалитетах до сих пор не внесли изменения в правила землепользования и застройки. Вениамин Кондратьев поручил привести все документы к единому стандарту в течение полугода. Застройку прибрежной зоны с жилыми домами необходимо пресекать уже сейчас, чтобы Черное море не захлестнуло море строений. Андрей Дольфович, мне важно понимать, что за период вступления в действие закона происходило с ситуацией по застройке. То есть выдавались, и в каком количестве выдавались решения на строительство, либо не выдавались. Если они не выдавали и тянули, ну тогда коллеги я понимаю, то есть они хотели максимально сделать лучше, может быть, но получилось, как всегда. Главное, чтобы получилось. А если в этот период активно разрешения выдавались, вот тогда точно с этими коллегами мне не побудить. Кто бы они ни были, не побудить. Еще раз подчеркну. Мне нужны сторонники, они изображающие их обязанности. Понимаете, в чем мне нужно? Я хочу жить в реальной ситуации, а не в иллюзиях, которые коллеги главы муниципальных образований где-то создают. Не в иллюзиях. Поэтому мне по каждому муниципальному опыте образование, там, где нет правил землеподобного застройства, даже не есть. Покажите количество выдавленных решений на строительство по каждому, и на что, и кому выдавались. Есть. Всего же в курортных городах изменения внесли в более 20 проектов. Где-то снизили этажность, а где-то и плотность планируемой застройки. Так, благодаря новому закону, апарт-отель в Новороссийске перепрофилировали в гостиничный комплекс. Решение нашлось и по многоэтажному дому, где не хватало места для парковок и зеленых зон. По Новороссийску. Вот вы задавали вопрос, жилой дом Энгельса 93. Они действительно поправили ситуацию после вашего поручения. Они действительно добавили там куска земли. Ну, можно сказать, что в стадии выполнения. Строительный бизнес долго вытеснял рекреационный, превращая территорию побережья в спальные районы. Новый закон обязан это исправить и дать возможность развиваться туристической отрасли. Главное, чтобы на местах были солидарны с позицией жителей и гостей курортов Краснодарского края. Оставить море открытым для отдыхающих на все времена. Вот эти все фотографии, только более вот эти точно и добавьте. Когда будет прокурор, я попрошу, чтобы представители судов были здесь. Вот на коллекционном совещании, чтобы вам все это показали. Хорошо, конечно. Чтобы они тоже понимали, что еще местные есть прокуроры и местные представители судов. И начальники полиции тоже там есть местные, на местах. Это они хотя бы должны вздрогнуть, хоть чуть-чуть. Еще раз подчеркиваю, если вместе с коллегами у нас полная единодушие с прокурором края, руководителями судов, начальником полиции, ну всеми, то я не знаю, что там на уровне мэцплитов происходит. На совещании губернатор поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко организовать краевую комиссию, которая проверит, как застраивается береговая линия в Анапе. Также специалисты отправятся в Новороссийск. Вполне возможно, что проблему хаотичной и бездумной застройки решат новые генпланы этих курортных городов.